В имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоуст. Держи. В 10-й беседе на послание к евреям говорит о помощи находящимся в несчастье. Будем служить всем находящимся в несчастье и подадим им руку помощи. Не о тех только мы должны заботиться, которые живут в горах. Они, конечно, святы по жизни и по вере. Но и мирские святы по вере, а многие из них и по жизни. Не будем поступать так, что когда увидим монаха в темнице, тогда пойдем к нему, а когда мирянина, то не пойдем. И последний тоже свят, и тоже есть брат наш. Но что скажешь, если он грешен? Послушай, что говорит Христос. Не судите, да не судимы будете. Матфея 7, глава 1 стих. Ты делай для Бога. Ну что говорю я? Хотя бы язычника мы увидели в несчастье, и ему надо бы оказать помощь, и вообще всякому человеку, находящемуся в несчастных обстоятельствах, тем более верующему. Послушай, что заповедует апостол. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6, глава 10 стих. Я не понимаю, откуда у нас противное мнение, и каким образом усилился у нас противный обычай. Кто отыскивает только монашествующий, хочет оказывать добро только им одним, и между ними еще делает различное, и говорит, если он недостоин, если он неправеден, если он не творит знамений, и я не подам руку помощи ему. Тот отнимает самую главную часть у милостыни, и все остальное с аврением также уничтожит. Напротив того, истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешным или виновным. Милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтоб ты убедился в этом, послушай, что говорит Христос. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один левит шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так поступил и некоторый священник и прошел мимо. Но после них шел один самарянин и оказал великое сострадание к несчастному, обвязал раны его, возлил на него масло, посадил его на осла, привез в гостиницу и сказал содержителю, попекись о нем и заметь великую любовь, если что более сдержишь, я отдам тебе. Затем Христос спросил, кто из этих троих думает, что был ближний попавшемуся разбойникам. И когда законник отвечал, оказавший ему милость, тогда он сказал, иди и ты поступай так же. Лука 10, глава 30, 37 стихи. Заметь эту сказанную господом притчу. Не сказал он, что иудей самарянину, но самарянин оказал такое милосердие. Отсюда мы научаемся, что должен заботиться о всех равно. Не присным только по вере делать добро, о других не думать. Так и ты, когда увидишь, что кто-нибудь страждет, не исследуя о нем ничего, он имеет право на помощь, уже потому что страждет. Если ты помогаешь ослу, когда видишь, что он упал, и не спрашиваешь, чей он, то тем более, не должен ли спрашивать о человеке, чей он. Он Божий. Хотя бы ты, он был и язычник, и хотя бы иудей. Он неверный, но он нуждается в помощи. Если бы тебе дозволено было исследовать и судить, то ты мог бы говорить это, но теперь самое несчастье ближнего не позволяет тебе делать исследование. Если не должно судить здоровых и исследовать чьим бы то ни было чужие дела, то тем более страдающих. Иначе что будет? Разве ты видел его счастливым, благоденствующим? Что говоришь, будто он зол и порочен? Он страдает. Если же ты видишь его страдающим, то не говори, что он порочен. Когда мы видим человека благоденствующего, тогда, может быть, можем сказать это и о нем, но когда видим человека страдающего, нуждающегося в помощи, то не следует говорить, что он порочен, ибо это знак жестокости, бесчеловечия и высокомерия. Кто, скажи мне, был беззаконие иудеев? Бог наказывал их, и наказывал справедливо, и весьма справедливо. Однако же к тем, которые сострадали им, он благоволил, а тех, которые радовались, их несчастью наказывал. И неболезную идти говорит пророк о бедствии Иосифа, Амоса 6 глава 6 стих. И в другом месте говорится, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притча 24.11. Не сказано, разведай кто они, хотя по большей части отводимые на смерть бывают и порочны, но сказано просто, спасай, кто бы ни были они. В этом особенность состоит милосердие. Ибо кто благоденствует другу, тот без сомнения делает это не для Бога, а кто благоденствует человеку незнакомому, тот делает часто для Бога. Премудрый говорит, не щади денег, и хотя бы можно было издержать, отдай. А мы в виде изнуряемых, мучимых, претерпевающих страдания, жесточайшие тысячи смертей, часто несправедливо жалеем денег и не жалеем братьев своих. Бережем бездушно и не думаем о душе. Между тем апостол повелевает скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. 2 Тимофеев 2 глава 25-26 стихи. Не даст ли им Бог покаяния, говорит он. Видишь ли, какого долготерпения исполнены слова его. Будем же и мы подражать ему и не считать никого безнадежными. Рыболовы, вергая сети в море, часто ничего не вытаскивают, но бросив последний раз, получают все. Так и мы не отчаиваемся, но надеемся, что вы вдруг явите зрелые плоды. И земледелие, спасеев семена, терпит один день и другой. Долго ожидает. А потом вдруг видит везде прозябшие плоды. Это, надеемся, будет и с вами благодатью человека, любимого Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу уметься, со Святым Духом славу держала, честь ныне присно и во веки веков. Аминь.